Молитесь обо мне грешнем по мере сил, как вспомните. А там, как Бог даст, на все воля Божья. Смерти не боюсь, знаю, что ее нет. Положить душу свою за други свои, исполнить евангельскую заповедь. И считаю великой честью для себя голову, если придется сложить за Россию нашу, за жемчужину нашу. Это аудиосообщение через друзей семья Сергея Паликова услышала уже, когда его не стало. Мужчина до последнего берег покой родных и не признавался, что участвует в спецоперации на Украине. Там занимался перевозкой солдат на передовую и обратно. За заслуги был награжден медалью. Когда он позвонил, перед смертью буквально, перед гибелью, признался мне, что он там. Я говорю, зая, ну почему? Мне ответила Котя, ну понимаешь, деды наши воевали в войну, спасая наши, чтобы вы жили хорошо, чтобы нам было спокойно. Ну а я что, говорит, не мужик что ли в конце концов. Я есть руки, ноги. Я тоже могу защитить свою родину. Сослуживцы прислали семье фото личных вещей погибшего бойца. Среди них пакетик с крестиками, который Сергей раздавал нуждающимся на передовой. Был за правду и справедливость. Всегда кого-то защищал и оберегал. Так отзываются о Сергее те, кто знал его при жизни. Один-то сослуживец нашел с мамой связь, а второй вот писал на его телефон, который он здесь оставил. И да, он писал то, что он вывез вот этого сослуживца с другим человеком, он вывез оттуда, сам вернулся обратно. И то, что он под выстрелами, там под стрельбой под этой вывозил раненых, и благодаря ему тех, кого он вывез, остались живы. Ну, честно сказать, конечно, такие сообщения были, наверное, как бальзам на душу, потому что ты понимаешь, что вот когда ты это читаешь, ты понимаешь, что это было не зря. В ноябрьске после себя Сергей Паликов оставил немало добра. На территории Центра духовно-нравственного воспитания когда-то ежедневно раздавался перезвон колоколов. Не без участия Сергея на главной звоннице установили лифт, и у людей с особенностями здоровья появилась возможность обучаться звонарному искусству. Оттачивать свое мастерство ученики Сергея могли и в классе на самодельном тренажере. Сегодня здесь тишина. 29 августа Сергей Паликов погиб, исполняя свой воинский долг. Не ради денег и доброго слова, а по совести и любви к своей родине.